Запас самых важных продуктов, что в доме должно быть всегда. Продукты питания имеют большое значение для нашего здоровья и психологического состояния. Специалисты рекомендуют во время войны употреблять те продукты, которые способны поддержать организм, дать необходимые питательные вещества и поддержать эмоциональное состояние. Список таких продуктов для похода в магазин составила врач-диетолог Екатерина Толстикова из школы здоровья, как отмечает эксперт. Все эти продукты долго хранятся, их не нужно готовить или нужно, но в легких рецептах. А еще, они очень полезны для организма. Крупа перловая. Это самый доступный и полезный вид крупы. В такой крупе источник сложных связанных углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В, холина, фалатов, а еще много фосфора, селена, марганца и меди. Свежее сало. В нем содержится большое количество жиров, в том числе и полезных. Сало без термической обработки, источник лауриновой кислоты и холестерина, которые важны для организма и принимают участие во многих процессах. Холестерин берет участие в синтезе витамина D, желчи и стероидных гормонов. Поэтому не стоит его так бояться. Несколько кусочков свежего сала, даст длительное насыщение за счет жиров. Но нужно контролировать его количество. Сельдь. Это источник белка. То есть аминокислот, а еще не насыщенных жирных кислот омега-3, витамина D, витамина В12, калия, фосфора и селена. Семена льна. Этот продукт можно найти даже в аптеках. Так как он имеет важное значение для организма. Содержит омега-3 растительного происхождения, витамины группы В, особенно много тиамина, витамина В1, калия. Кальция, магния, фосфора, железа, марганца, меди, цинка и селена. Семена льна важно тщательно разжевывать, озвучено Яндекс Спич Кит. Озвучено Яндекс Спич Кит. Чтобы получить максимум пользы. А еще семена льна можно добавлять в каши, салаты и даже в десерты. Творог. Он содержит белок, разные виды жирных кислот, в том числе и омега-3, кальций. Калий, фосфор, селен, витамин В9 и витамин РР. Арахис. Эти орехи являются источником белка, разных видов жиров, клетчатки. Витаминов группы В, витаминов Е, Н, РР, калия, магния и фосфора. Количество арахиса нужно контролировать, так как он содержит жирные кислоты класса омега-6. Свекла. Самый доступный овощ, который при правильном приготовлении будет источником резистентного крахмала и будет положительно влиять на микробиум кишечника. А еще в свекле есть сложные связанные углеводы, т. Клетчатка, калий и магний. Свеклу хранить можно долго. Кукуруза вареная замороженная. Содержит углеводы, клетчатку, витамин Р, калий и цинк. В приготовлении такая кукуруза очень быстрая, храниться она может долго. Ее достаточно просто разморозить. Говяжья печень. В этом продукте очень много важных микроэлементов, витамин В2, В3, В5, В12, А, К, железо, цинк. Селен, медь. Также печень отличный источник белка. Яблоки. Хранить яблоки можно долго, и они доступны по цене. Эти фрукты являются источниками углеводов, клетчатки. Витамина С, калия, железо и меди. Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие продукты в вашем холодильнике могут быть самыми опасными. А также мы писали о том, что названы суперовощ и суперфрукт, которые нужно покупать даже в режиме строгой экономии.